Республиканский конкурс «Педагогический дебют» проводится по инициативе Совета молодых педагогов Чувашской Республики. Учредителями мероприятий является Чувашская Республиканская Организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и Министерство образования Чувашской Республики. Цель состязания – это прежде всего раскрытие творческого потенциала, создание условий развития активной профессиональной позиции, роста профессионального мастерства педагога, а также утверждение приоритетов образования в обществе. У нас много профессиональных конкурсов. Это конкурсы учитель года, воспитатель года и так далее, в том числе педагогический дебют. Он сам о себе говорит, что это первый конкурс, который позволяет молодым людям показать себя. Состоялись они в педагогике, будут ли они дальше работать, нравится ли им работать с детьми. И вот поэтому мы организовали вместе с Министерством образования этот конкурс и выявляем среди наших молодых педагогов самых-самых лучших. Конкурс стал уже традиционным. Он проводится с 2016 года. Он позволяет выбрать лучших из лучших. Основной площадкой для проведения состязания стала Чебоксарская средняя общеобразовательная школа номер 37. Перед нами совсем молодые педагоги. И меня они удивили тем, что они совершенно спокойно ведут занятия. И такое ощущение кажется, как будто они ощущение. Этих детей, естественно, они не знают. Что они этих детей знают, они знакомы с ними. Мы не видим волнения, ну, по крайней мере, по тем педагогам, которые уже показали. Это, конечно же, радует. То есть коммуницировать и общаться, это одна из ведущих деятельностей педагога, они могут. И это здорово. Конкурсантцы соревновали в двух номинациях – молодые учителя и молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций. К участию в мероприятии допускаются педагогические работники образовательных организаций Чувашской республики, стаж которых по состоянию на начало 2024 года не превышает трех лет. Мне это интересно. Я поступила учиться на воспитателя. Я успешно закончила университет, работаю с детьми. Я их хорошо понимаю, у нас есть взаимопонимание. Так как я человек творческий, люблю рукодельничать своим опытом, я делюсь с детьми во время занятий, обучаю их. Им это интересно. Конечно, для молодых педагогов такой конкурс – это выход из привычной зоны комфорта. Но именно так создаются предпосылки для успешного развития и совершенствования своих профессиональных навыков. В очном этапе приняло участие 26 педагогов. Я пришла в школу по программе «Земский учитель». Я преподаю не больше года и пришла на конкурс, чтобы для себя поставить свои цели, вырасти как учитель, обменяться опытом с другими учителями, проверить себя на прочность, понять, кто я. И, разумеется, одна из главных задач – поддержать молодого педагога и помочь ему найти общий язык с родителями и руководством. В этом помогают опытные наставники. Конечно, у них опыта мало, но, тем не менее, здесь есть возможность творчески работающим, одаренным педагогам проявить себя. И, конечно же, вот этот опыт, который они приобретают, дальше им помогают по жизни идти. Профессиональный рост, во-первых. Вообще, человек, педагог, внутри себя идет борьба, как это все пройти, да, как это все возможно, стать на лестницу выше профессионально. Вот когда пройдет вот этот конкурс, человек действительно начинает намного увереннее, намного сильнее, намного мудрее. И это победа над собой. По итогам всех конкурсных испытаний жюри определила лауреатов конкурса. Имя стали Карина Гордеева, учитель начальных классов Чебоксарской средней общеобразовательной школы номер 59. Мария Егорова, воспитатель детского сада номер 52 телей города Новочебоксарска. Гордеева Карина Александровна. Школа номер 59 города Чебоксарск. Мария Георгиевна Егорова, воспитатель детского сада номер 52 города Новочебоксарска. Ирина Павлова, учитель английского языка средней общеобразовательной школы номер 47 города Чебоксары. Софья Хафизова, учитель английского языка Шамуршинской средней школы. И Екатерина Хохлова, воспитатель детского сада номер 15 малыш города Аллатырь. Поздравляем финалистов и участников конкурса «Педагогический дебют-2024». Желаем творческих успехов и новых профессиональных побед. Елена Яковлева, Антон Невытов, Степан Гурьянов. Жизнь столица.